Так, вроде едет. Всем привет! Вы снова на канале RCшник. И в этом видео мы наконец-таки начнем запускать нашу спидрановскую тачечку, которую я готовил, можно сказать, всю зиму. Да, и сейчас будем проверять, на что она способна. Да, вот так вот это выглядит. Видите, антенки поставил. Да, что у нас, быстренько, кратко пройдемся. Куча деталей отскорчить паз титана-карбона, куча плата лаванч-контроля от раза шифрена. Значит, выход на Castle Link. У нас вот проведен свет. Чуть дальше покажу вам, как это все выглядит. Давайте сейчас поставим сначала просто батарейки 4С. Проедемся, чтобы не расходовать 8С-ные батарейки. Да, прокатимся на них, посмотрим, поставим, чтобы машина ехала ровно по прямой. И начнем наши заезды. Погнали! Давайте запустим наш GPS-трекинг, чтобы отслеживать, сколько наша малышка Ламба ездит километров в час. Так, 98%. Видите, как она загорелась, спутники пока не нашлись. Как найдутся спутники, загорится зелененькая. Но мы пока наденем корпус. Так, ну как вы видите, 12 спутников мы нашли. Да, зелененькая, вон, видите, горит на GPS-трекинге. Все работает. Давайте нажмем трек, старт. Да, проверим. Идеально. Ну что, теперь давайте на ней покатаемся. И по... Так, ну что, давайте теперь попробуем запустить ее и посмотреть, чтобы она ехала чисто по прямой. У нас, значит, газ стоит 75% всего лишь. Да, ну посмотрим. Так, чуть-чуть уходит, да? Светит вообще круто, мне очень нравится. Прямо издалека видно, да? Итак, давайте сейчас попробуем запустить с батарейками 4С. Как видите, у нас стоит 75% тротуарей. Это максимальная мощность двигателя всего на 75%. Да, то есть не будем повышать. Просто запустим, посмотрим, потом померяем температуру, датологии и будем уже на 8С запускать. Так сказать, будем поэтапно, потихонечку запускать. Сначала не очень быстро, чтобы, так сказать, быть уверенным, что все работает правильно и все хорошо, что нигде ничего не открутилось. Погнали! Итак, значит, я на позиции. Далеко большую разбежку, значит, делать не будем. Да, где-то вот оттуда. Потому что 4С батарейки. Вот, сейчас, фух, пока вот сюда поднимешься, конечно, не знаю, может на камере это не видно, но поверьте мне. Короче, сейчас запускаем. Смотрим, сколько на 4С. Погнали! Сейчас мы сначала заедем в одну сторону. Издалека посмотрим, как, конечно, машинка выглядит. Ааа, ламбочка едет, класс! Ну и теперь, видите, с фонариками ее прям вообще супер круто видно. Итак, как вы видите, не знаю, видно на камере или нет, но вон наша машинка стоит на изготовке. Блин, с фарами теперь ее очень хорошо видно, конечно, это вообще супер. Да, погнали! Запускаем! Готов! Поехали! Слушай, ну, едет хорошо. Хорошо, хорошо едет, да, и послушается, но, по крайней мере, пока на 4С. Надо 8С и 100%. Давайте посмотрим. Так, вот она подключилась, давайте проверим, все ли работает. Все работает. Нажимаем стоп. Стоп. Читать. 130 км в час, а это на 75% мощности всего лишь. И на 4С. Хорошо. Сейчас мы... Ой, я же спотел. Короче, сейчас мы ее разберем, проверим температуру, посмотрим, все. Сбросим до дологи и будем на 8С спускать. И 100%? Пока не хочу. Может быть, третий раз 100% пить. Фак! Так, ну, как вы видите, она просто после первого пробега уже очень и очень пыльная. Кстати, Персик Пасс у нас стоит на максимальной задержке. Поэтому, ну, пока так и будем кататься. Теперь давайте ее продуем, чтобы она была красивенькая. У нас были 4С батарейки, 75% газа. Спур у нас стоит на... Блин, чтобы вам не соврать. А, спур у нас стоит 34 зуба. А, пиньон... Ну, это самый маленький, который у меня был для этой машины на 8 миллиметров. Сейчас вам скажу. А, спур всего 38, то есть, представляете, какой разбег для того, чтобы нам еще поднять скорость. Очень много фишек можно принять. Я же не говорю про лимиты двигателя там и так далее. Так что, сейчас будем все подключать, проверять. Если все окей, запускать на 4С. Ну, так, столика у нас, конечно, нет. В дальнейшем мы что-нибудь с этим придумаем. Особенно, когда будем ездить целый день. Значит, подключаем у нас Castle Pink. Сейчас должно подгореться зелененьким, по идее. Оп! Даталоги полные. 25 минут. Но хотя мы стояли. Давайте сейчас их скачаем. И посмотрим, значит, все-все данные. Вот такая вот у нас подставочка для ноутбука. Вот что у нас на 4С батарейка. Значит, 16,2 максимальный вольтаж. Упал он, кстати, до 14,7. Но очень даже неплохо, если честно вам скажу, для батареи, которым 2 года. Да, температура ESC. У нас регулятор оборотов 44 градуса. Температура мотора 45. Самый важный показатель. Это у нас амперы. Насколько просадка была. 161. Если учесть, что тут до 700 можно свободно все делать, вообще не вопрос. То есть, 2000 оборотов максимально. Ну, на 4С батарейках, то понятное дело. Но, в принципе, все работает, все нормально. Можно приступать к следующему шагу. Так, ну, теперь давайте поставим 2 по 4С батарейки. Как вы видите, батарейки 15,2 вольта. То есть, не 14,8, как обычно, это high voltage батарейки. Да, мы пока использовать не будем. Это у нас будет на будущее процесс. Посмотрим сейчас. Поэтапно будем замерять, все смотреть. Если это все будет работать, и у нас не будет никаких проблем с этим, да, то уже будем подключать более быстрые, то есть, более, будем выходить на более большой вольтаж, для того, чтобы показать наибольшие, наиболее максимальные скорости. Так, давайте с вами повторим, значит, у нас стоит пиньон на 38 зубов, а значит, спор у нас стоит на 34 зуба. То есть, это самый минимальный пиньон, который у нас есть, потому что мы можем еще понизить спор, повысить пиньон, передаточное число увеличить. Но все это надо будет смотреть относительно показателей машины, как она потихонечку будет набирать свою мощность, да. Ну, значит, у нас по-прежнему стоит 75 процентов. Да, не знаю, видно будет, не видно. Сейчас попробуем на 8С батарейках проехаться. Я не включил трекинг. Хорошо, что вспомнил. Сможешь включить? Так, поскольку верстишник убежал на горку и забыл включить трекинг, буду это делать я. Так, тут все хорошо. Проверяем. Есть. Нажимаем старт. Все, трекинг пошел. Готово! Поехали? Поехали! Ну, как говорится, с богом. 75 процентов всего. Поехали. Ну, честно говоря, честно говоря. Нажимал я, довольно-таки как-то мне не очень понравилось, как она едет сначала. Очень-очень она неустойчива была, прям мотала ее слегка. Но сейчас посмотрим, может быть, из-за того, что колеса просто не новые. Потому что старые колеса не вывозят такую мощь. Да, но мы сейчас посмотрим, насколько мощно это было. Блин, у фары вообще огонь светит, смотри. А задний фонарь выключился. Да и передний тоже. Может, провод где заживало. Нажимаем стоп. Читать. Ровненько 200. Уже неплохо. Уже неплохо. 200-ка мы сейчас есть. Сейчас давайте проверим все остальные данные. Температуру и так далее. Давайте-ка я сейчас все это отодвину. Так, как это правильно сделать. Вот так. Снимать проще всего, конечно, когда так забабахал. Ну, давайте посмотрим. 46, 47, 50. Отлично. Ну, регулятор, как вы видите, он даже выключился. Так, ну, пока все супер, слушайте. Пока мне все нравится. Давайте сейчас ее немножечко продуем и посмотрим даталоги. Так, ну, даталоги я забыл очистить, и они не перезаписывались у меня. Поэтому я сейчас очистил даталоги. Сейчас давайте мы с вами покажу вам наглядненько. Да? Так, это у нас канал ДТ-2. ДТ-2. Значит, повышаем. Теперь до 100%. До 100%, да? Одеваем. Ну, и попробуем на 100% в этом сетапе прокатиться. Прямо сейчас пишите в комментариях, крэш будет или нет. Ох, надеюсь, что нет. Ой, как надеюсь, что все будет хорошо. Ставим трек. Старт. О, уже вижу, видишь, краска снизу подскоблилась чуть-чуть. Потому что задевает все-таки передочек. Но у нас сегодня чисто тестовые заезды. Поэтому я не жду от этого очень больших результатов. Но попробуем. Как видите, лампочки у нас уже не работают. Отнюдь совсем. Потому что что-то там случилось. Короче, со свитчем надо будет исправлять. Так, и поэтому мне ее очень плохо видно. Очень-очень. Ну, попробуем и так. Ну что, готов? Так, ну давайте попробуем поехать, да? Я, правда, не вижу, где она, блин. И в какую сторону она едет без фар вообще, конечно, тяжело. А, вот она поехала. Так, вроде едет. Да. Горю, нестабильно едет. Не понимаю, что за фигня. Очень нестабильно. В самом начале. Я ее так на 200 держал, а сейчас... А, блин, спереди корпус весь развалился. Батарейка вылетела. Да, груз, пища, альбеда, тоска. Ну что, давай посмотрим, на какой скорости все это произошло. Ты расстроился? Да, потому что нестабильно едет. Не потому что она садилился, а потому что очень реально нестабильно едет. Трекинг есть? Ага, его нет, он улетел. Так, ну пойдем, найдем. Видишь, кусок отвалился. Алюминия. На такой скорости, конечно, да. Нашел. Работает. Стоп. 203. Ну она даже не начала разгоняться, я вам скажу. Это был просто. Я нажимал половину газа, и потом я начал, нажал, когда уже полный, что она стабильно идет, я нажал полный газ, и она ушла с траектории. Вот в замедленном повторе посмотрите. Это грустно или весело? Это печально. Печально, да? Ну все, спасибо тебе. Супер страшного и критичного тут нету, ничего. Если уж так разобраться, по большому счету. Да? Ой-ой-ой, вот это уже обидно. Вот это уже очень обидно, если честно. Ну она спасла просто, чтобы ее не согнуло всю деку, но вот это реально обидно. И что с этим делать, уже реальная проблема. Ладно, дома будем разбираться. Боже, как разлетелись эти. Ну у меня есть еще одни такие, конечно же. Да, ну это, конечно, пипец. Блин, не думал я, что даже тогда на 200 синенькое улетело. Кстати, оставлю ссылочку в описании, если кому интересно, посмотрите. Но, блин. Как-то синее. Сколько не летало? Сколько не летало, давай посмотрим. Ой, колеса. Ну колесам. Пипец. Кстати, может быть из-за того, что колесо лопнуло, ее резко занесло. Отвалилось колесо, кусок какой-то. Ее резко занесло, из-за этого сопротивление поменялось. И она ушла в другую сторону. Ну вот и подошла к концу наша серия, конечно. Было весело, много прикольных моментов. Тачку мы развалили успешно, да. Кто-то говорил, давай на 100%, давай на 100%. Вот я и дал на 100%. В общем, приеду домой, буду разбираться, разбирать, смотреть, почему нестабильно едет. Скорее всего, ну, естественно, поменяю, поставлю новые колеса, потому что эти колеса пришли уже 100% негодности. Возможно, что даже из-за них это все произошло. Да, буду думать, играться с настройками подвески. Буду восстанавливать кузов, потому что, как вы видите, вот это вот никуда не годится. Это... Ну, у меня есть пара идей, как это все сделать. Да, естественно, мы все подкрасим. Вот эти штуки все подделаем. Ну, я думаю, что... Вот единственное, что вот с этим проблема, конечно, большая будет. Но нет таких вещей, которые нельзя было подчинить. Так что, если вам это понравилось, добро пожаловать в нашу семью. Смотрите дальше видео. Жду ваших комментариев. Вот, может, то, что интересное подскажет. Так что, рад был со всеми с вами пообщаться. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok